Привет всем моим подписчикам, всем кто смотрит мой канал и кто смотрит сейчас это видео. Прошу прощения за такой внешний вид, но это мой знак протеста тому, что ты подписчик и ты зритель, сидишь и смотришь, как принимаются законы, которые угнетают твои права, лишают тебя всех возможностей отстоять свою защиту, отстоять свои права законным путем. Сидишь и молча смотришь это видео. Ты, который сидишь и пишешь разную гадость в комментариях и при этом ничего сам не делаешь, диванный воевод, ты виноват в том, что Аваков и его команда принимают такие законы. Сейчас после расстрела полицейских в Днепропетровске Аваков заявил, что примет закон, подчиняйся, потом обжалуй. Только задумайся, друг, когда примут этот закон, ты, сидя у себя в кабинете, будешь наблюдать, как тебе врывается отдел по борьбе с экономическими преступлениями, без всякого того разрешения, проводят у тебя обыск, изымают твои документы, компьютеры, личные вещи, а потом тебе говорят, если тебе что-то не нравится, иди обжалуй. Ты, который торгуешь в киоске, какими-то конфетами, шоколадками, ждешь, пока весь к тебе приедет грузовик с краном, и без всякого на того разрешения суда погрузят твой киоск на автомобиль и увезут в неизвестном направлении. А ты сидишь и ждешь. Чего ждешь, дружок? Пока все это случится? Или, может, начнешь действовать? Я, как активист дорожного контроля Украины Днепропетровска, высказываю свой протест, применятие закона, который так грубо будет нарушать конституционные, еще раз хочу повторить, конституционные права человека. Обращаюсь к президенту Украины. Господин Порошенко, вы же гарант конституции Украины. Сейчас на ваших заглазах Аваков и его подруга Детанаидзе хочет пропихнуть закон, который лишит граждан права на защиту. И если ты его подпишешь, ты поступишь по отношению к народу, ты совершишь по отношению к нашему народу преступление. Советую тебе угомонить своего подчиненного. Именно твоего, потому что Аваков это твой прихвост. Он и Детанаидзе творят в стране беспредел. А ты этому потыкаешь. Господин Порошенко, одумайтесь. Народ, у народа терпение не резиновое. Был один Майдан, второй Майдан. Что вы ждете? Третьего? Зачем? Неужели нельзя как-то договариваться? Неужели нельзя учить своих людей, а не давать им безграничные полномочия? Мы же идем в Европу, а вы откатываетесь назад, в Россию. Я бы вам советовал подумать об этом. Подумать хорошо и отказаться от своих денег, принятия закона, который будет лишать прав граждан. Мы недавно провели акцию протеста 13-го числа в Киеве, в Днепропетровске и других городах. И что? Хоть один телеканал в Киевске показал это? Интер, СТБ приезжали и брали интервью. Да никто ничего не показал, потому что они трусы. Они боятся за каждую свою копеечку. Да вы не ничтожество, Интер и СТБ. Вы ничтожество, трусы и проплаченные журнолюги. Я поражаюсь Днепропетровску. Здесь местные каналы не боятся ни Порошенко, ни Авакова. Они все публикуют и показывают, как есть. Выношу им отдельную благодарность за это. А теперь хочу еще раз обратиться к тебе, к обычному гражданину Украины и городу Днепропетровску в том числе. Если ты против принятия закона, не пожалей 20 гривен, закажи себе наклеечку, на которой напиши «Ни полицейские державы, да приклеи ее на свой автомобиль». Таким способом мы покажем всей стране, и Авакову, и президенту, что мы против принятия этого закона. И что, если он примется, будет им не по себе. Всех вас советую, всех вас прошу поддержать наш протест, сделать наклейки, наклеить на свой автомобиль. И если это не поможет, в дальнейшем прошу быть готовыми принимать участие в акциях протеста против принятия этого закона. Спасибо за внимание.